Продолжение следует... ...экономическое развитие Казахстана в начале 21 века вызвало острую необходимость профессионалов с высоким уровнем технических, управленческих и лидерских навыков. Поэтому в 2008 году по инициативе первого президента Республики Казахстан был запущен проект по созданию интеллектуальных школ. Интеллектуальные школы призваны стать экспериментальной площадкой, осуществляющей разработку, мониторинг, исследование, анализ, апробацию, внедрение и реализацию современных моделей образовательных программ по уровням. Начальная школа, основная школа и старшая школа. Существующие требования стандарта образования в Республике Казахстан не позволяли на должном уровне внедрить современные формы управления в сфере образования, реализовывать инновационные образовательные программы и научные проекты. В этой связи для внедрения современной формы управления в сфере образования, развития академической свободы и автономности, необходимой для реализации инновационных образовательных программ и научных проектов, 19 января 2011 года был принят закон Республики Казахстан о статусе «Назарбаев университет», «Назарбаев интеллектуальные школы» и «Назарбаев фон». Данный статус подразбивает право самостоятельно утверждать образовательно-учебные программы, которые в корне отличаются от программ общеобразовательных школ. Обучение у нас седьмого класса, и школа работает по интегрированной образовательной программе, которая разработана вместе с Международным экспертным советом Кембриджа. Обучение делится на основную и старшую школу. Основная школа у нас с седьмого класса по десятый, потому что у нас 12-летнее образование. И старшая школа 11-12 класс. Особенность интегрированной образовательной программы в том, что обучение по предметам осуществляется на трех языках. Независимо от языка обучения у нас предметы география, истории Казахстана, право в девятом классе изучается на казахском языке. Казахстан в современном мире в 11-12 классе также изучается на казахском языке. Независимо от языка обучения предметы всемирная история, информатика изучаются на русском языке. И самое главное отличие тем, что старшая школа подразумевает обучение предметом по выбору. Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления города Уральск открыл с 29 сентября 2012 года. Начало работы уникального учебного заведения стало настоящим событием для региона. Стоит отметь, что желающих обучаться здесь каждым годом только увеличивается. Набор детей Назарбаев интеллектуальной школы осуществляется на конкурсной основе. О престижности обучения здесь говорит количество претендентов. В этом году их 700 человек. Из них конкурс пройдет лишь 100 детей. Было большое количество желающих. Помню, что было на одно место около 4-5 человек. Отбор был очень строгий, можно сказать. Очень было трудно поступить. У меня действительно было огромное желание и энтузиазм поступить в эту школу. Потому что, учаясь в 6 классе, я была уверена, что при поступлении в эту школу у меня будет обеспечено лучшее будущее. И я считала, что эта школа поможет мне достичь огромных высот. Это уже в 6 классе уже знала? Да. До 5 класса я занималась английским языком. Я считаю, что именно мое углубленное занятие английским языком помогло мне при поступлении в эту школу. Потому что в нашей школе английский считается одним из самых главных атрибутов. Объявление о приеме документов всегда проходит в конце декабря, весь январь до начала февраля. То есть в течение полутора месяцев мы принимаем документы по перечню для претендентов на конкурсный отбор. После обрабатывания всей этой информации через месяц где-то проходит экзамен. В этом году он был 12-13 марта. Сами экзамены состоят из двух частей. Первый день – это предметный тест. Вопросы по математике, казахскому языку, русскому языку и английскому языку. Вопросы предметного теста разрабатываются университетом СИТа Нидерланды. И также проверяются они там. То есть в Казахстане даже не проверяются эти работы. Проверяются именно там. Второй день – это тест на способности. На логическое мышление, на способность ребенка действовать в нестандартной ситуации. Тест на способности предполагает, что у ребенка есть пространственное воображение, что у него есть способность мыслить, что у него есть способность анализировать. И по результатам этих экзаменов проходит республиканская комиссия по присуждению образовательного гранта президента республики Казахстан. Я могу сказать, что в этом году у нас очень большое было количество претендентов. Это 733 ребенка. На следующий год у нас как бы планируется 100 человек в принятии. То есть из этих 700? Да, только 100. 630 отсеется. Вместе с учащимися конкурсный отбор для работы в интеллектуальной школе проходят и педагоги. В настоящее время в школе работают 117 местных педагогов и 14 международных учителей, которые преподают основные предметы, такие как математику, физику, химию, биологию, информатику и глобальные перспективы проектной работы. В свою очередь, сами учителя гордятся тем, что работают именно в данной школе и с учениками, порой по знаниям, превосходящими их самих. Чтобы обучать последних, как признаются сами педагоги, им нужно применять новые подходы к работе, постоянно находиться в поиске новых знаний, неизменно повышать свою квалификацию. Очень меня радует то, что я работаю с такими учениками. Почему? Потому что это дает мне символ, чтобы я совершенствовалась сама. Потому что несколько лет я работала в обычной школе, и вот когда я пришла сюда, у меня уже то, что было там и то, что здесь, на каком я уровне, это, конечно, трудно сравнивать. Иногда бывает, что какой-то вопрос я сама не могу понять, но ребенок мне может подсказать сам. Вот есть такие дети. Есть же такая истина, что если ученик выше, чем учитель, это самая большая награда для учителя. Знаний, например, только химии мне не хватает. Мне нужно знать, во-первых, иностранный язык, английский. Во-вторых, я должна хорошо знать физику, я должна хорошо знать биологию, я должна хорошо знать математику. То есть все это вкупе дает нам довольно такое успешное обучение. Отличительной особенностью учебного процесса является то, что здесь не даются готовые знания. Учитель задает лишь направление, а ребенок старается сам постигнуть материал. Таким образом развивается самостоятельность, критическое мышление, аналитические способности. На уроках ребенку не даются готовые знания. То есть учитель направляет его, а ученики сами достигают эти цели. Если надо говорить, опять же, о том, насколько сильно отличается от обычной школы у нас обучение, здесь я могу прийти и сказать детям, в какой форме лучше нам провести сегодня урок. В обычной школе так мы не спрашивали у детей. Например, кому-то, может быть, по душе будет самим изучить материал, потом представить там в виде презентации или в виде постера этот материал. Кто-то, например, предлагает обучиться по слайдам, по готовым презентациям. Или кто-то хочет, например, через задачи дойти до материала. Также ученики Назарбаев интеллектуальной школы могут сами выбирать предметы для обучения. Тем самым со школьной скамеи их приучают к планированию собственной жизни. Ведь выбранные им предметы в дальнейшем помогут им поступить в высшие учебные заведения. По окончанию основной школы, то есть в 10 классе, ученики выбирают себе предметы углубленного и стандартного уровня для обучения в 11-12 классе. Они выбирают два предмета из четырех углубленного уровня, то есть биология, физика, химия, информатика. Они выбирают себе только два предмета. И в стандартном уровне из предметов казахский язык, русский язык, география и экономика они выбирают точно так же два предмета. Что это дает? Это дает узкую специализацию по данным предметам, углубленное их изучение и более меньшее количество предметов, что позволяет более качественно подготовить выпускника. Ученики уже практически могут определить свое направление на будущее. Поэтому, поступая в университет по данному направлению, для них не составляет труда учиться. Они полностью подготовленные. Вместе с углубленным изучением общеобразовательных предметов интеллектуальная школа обучает абсолютно новую дисциплину. Еще отличительная от программ общеобразовательных школ, то, что у нас в школе вводятся новые предметы. Введены новые предметы, такие как искусство до 10 класса. Предмет искусства объединяет или включает в себя несколько предметов. Это изо, дизайн, это музыка и часть компьютерного моделирования. В старшей школе есть предмет такой, как глобальная перспектива и проектная работа, где учеников обучают написанию исследовательской работы глобального масштаба. То есть они изучают на этом предмете проблемы и по географии, и по всемирной истории, и по истории Казахстана, и по экономике. И вот такая большая исследовательская работа со всех частей, наверное, данной проблемы, она позволяет анализировать и принять какое-то решение, да, то есть в решении этой проблемы. Каждый ученик нашей школы пишет в конце 12 класса исследовательский проект по этому предмету. Язык обучения этого предмета английский. И на английском языке ребята защищают потом данный проект. И получается, что в результате, после окончания 12 класса, наши ученики свободно владеют казахским, русским и английским языками. Уникальная система обучения требует и нестандартного подхода к оцениванию знаний учащихся. К слову сказать, здесь нет привычных оценок. Вместо пятибалльной системы лишь два критерия – достиг или стремится. У нас еще особенность, наверное, нашей школы, что у нас критериальное оценивание. Критериальное оценивание – это оценивание без оценок. Критериальное оценивание делится на два основных момента. Это формативное оценивание и внутреннее суммативное оценивание. В течение года ребята, в течение четверти, ребята обучаются формативно. То есть формативное обучение дает им направление или оценивание для обучения. Оно дает направление, что нужно ребенку еще подучить, в чем разобраться, что ему еще нужно сделать. В конце каждой четверти они пишут внутреннюю суммативную работу. Эта внутренняя суммативная работа подразумевает проверку знаний за всю четверть. Всех целей обучения, которые они достигают в течение четверти. И последний этап, это третий, это внешнее суммативное оценивание. Внешнее суммативное оценивание, оно проводится по итогам основной школы и по итогам старшей школы. То есть десятые классы и двенадцатые классы у нас дают внешнее суммативное оценивание по основным предметам. По своему типу Назарбаев интеллектуальная школа является школой полного дня. Образовательное учреждение рассчитано на 54 учебных класса с контингентов 600 учащихся. На данный момент здесь обучается 580 учащихся. Отличие интеллектуальной школы в том, что при ней заработала первая среди сети интеллектуальных школ общежитие на 120 мест. У ребят из отдаленных районов появилась возможность проживать в большом, комфортабельном интернате. Если в первой половине дня дети изучают предметы, то во второй занимаются в кружках, клубах по интересам. И стоит отмечить, для этого здесь созданы все условия. Назарбаев интеллектуальная школа оснащена современным оборудованием, смарт-классами, интерактивными досками, расширенными лабораториями по физике, химии, биологии, нано- и биотехнологиям, а также кабинетами робототехники, технического моделирования, технологии искусства и другими. В этой школе я уже учусь на протяжении 4 лет. И в период этого времени я посещал и до сих пор посещаю клуб робототехники. Посещая этот клуб робототехники, я построил большое количество роботов. И этот клуб помог мне воплотить все мои идеи в реальность. И одним из таких роботов является вот этот робот. Главной его целью является обеспечить школьным образованием детей с ограниченными возможностями. То есть он способен ездить по школе и посещать уроки. Лицо этого ученика будет появляться на вот этом экране. И он сам сможет управлять этим роботом. А он будет сидеть в это время дома, да? Да. И управлять дома, да? Управлять с помощью своего компьютера, да. Робот является очень маневренным и быстрым, что позволяет очень быстро перемещаться по школе, а также между классами, то есть посещать уроки. Ну, чтобы управлять этим роботом, обязательно нужна сеть, интернет-сеть. В нашей школе есть сеть Wi-Fi, что делает очень удобно связь между роботом и учеником. И у ученика тоже дома должен быть Wi-Fi. Он использует программу Skype для связи. Экран ученика транслируется на экран робота, что позволяет роботу принимать сигналы. То есть вместо ученика на уроке будет присутствовать этот робот, да? Да, очень удобно. А отвечает каким образом ученик? Отвечает. То есть здесь, видите, дисплей, стоит планшет. То есть у планшета есть динамики. То есть с помощью этих динамиков он может записывать свой голос и присылать сюда. То есть здесь будет озвучиваться. То есть принцип работы обычного Skype. Можно иметь диалог с учеником. Мы уже пробовали это в нашей школе делать. Я помню, где-то я видел в новостях, в российских новостях, то, что показывали, как ученик, то есть он повредил свою ногу и сидя дома не мог посещать уроки. И какая-то компания обеспечила этого ребенка каким-то дорогостоящим роботом. То есть он по такому же принципу мог сидеть дома и через свой личный персональный компьютер управлял этим роботом. Но минус в том, что он был дорогостоящим, а это я построил из подручных средств. В ближайшее время я хочу его доработать. Конечно, есть некоторые минусы, имеется в виду в программировании, там недостаток какого-то программного кода. Но в будущем, примерно где-то около месяца, я уже планирую его закончить, довести дело до конца. Также скоро в ближайшем времени будут восстановлены наурозовские встречи. Вот на этих встречах я буду презентовать этого робота. То есть будет в виде конференций и будут презентоваться разные виды проектов. Я раньше учился в поселке Тасхала, в средней школе имени Сатпаева. И уже в период обучения в этой школе у меня уже была страсть к технике. Но уже поступив в эту школу, у меня появились возможности. То есть я когда первый раз увидел клуб робототехники, я пришел и сразу начал свою работу здесь. Я хочу в будущем продолжить свою работу. И при поступлении в ВУЗ я тоже выбираю техническое направление. Имеется в виду уже компьютерные инженерии в сфере программирования. Успех приходит с трудом. Нужно каждый день заниматься. И школа предоставляет все возможности для этого. Так как в школе проходит большое количество занятий с профессорами, которые приходят из различных университетов нашего города. И мне кажется, что это очень хорошая практика. Это помогает ученикам развивать свои способности. Учителя развивают не только базовые таланты учеников, а также развивают их креативное мышление. Хочу сказать, что в нашей школе есть огромные возможности для развития своих талантов. У нас есть клуб гончарного дела, то есть можно делать кувшины. Есть клуб танцев и также большое количество различных клубов. Есть дебатные клубы. Помимо участия в клубах по интересам, учащиеся активно участвуют в различных социальных проектах общественной жизни города. К примеру, одна из последних акций под названием «28 петель» была призвана помочь на врожденном областной перинатального центра. Учащиеся совместно с учителями, а также приглашенными на мероприятия родителями, связали для малышей пинетки, шапочки, жилетки. Всего более 50 комплектов. Учеников призвать родителей, которые умеют вязать, помочь детям в перинатальном центре. И было собрано более 50 комплектов вязанных изделий. В настоящее время действительно не каждый ребенок, не каждая девочка умеет вязать, потому что, как мы знаем, сейчас век технологий, век прогресса. И мне кажется, это очень нужно и даже полезно, сохранять такие традиции, которые полезны не только для человека, или не только для того, чтобы создавать какую-то одежду, а вообще, чтобы подарить какое-то добро, какое-то тепло детям. Как бы «28 петель» называется проект. Мне кажется, эти нити добра должны соединять всех людей, которые живут на земле, потому что в мире сейчас очень много негативных эмоций, негативных людей. И вот эти наши небольшие подарки для малюток, младенцев очень нужны и дарят очень много тепла. Назарбаев интеллектуальной школе ученикам предоставляется возможность не только участия в социальных проектах. Они путешествуют по миру. За границей они черпают новые знания и показывают свои. В ноябре 2015 года съездила в Корею. То есть это была учебная поездка, которая была полностью оплачена и обеспечена школой. Благодаря этой поездке я подтянула и развила многие свои навыки. То есть я смогла потянуть свой язык английский, потому что у нас были лекции с лучшими пятью профессорами Ханяньского университета. А университет Ханяня является одним из лучших университетов в Корее. Также благодаря этой поездке я смогла улучшить свои навыки лидера. И я смогла узнать, каково это работать в команде. Я познакомилась с учениками других нарабатывательных интеллектуальных школ. И я смогла поставить мост между своей школой и университетом Ханянь. Удостаиваются такой чести лучшие из лучших. Ведь они не только представляют родную школу, но и всю область, и даже страну на мировом уровне. Миссия почетная и вместе с тем очень ответственная. Перед каждой поездкой ставятся критерии, то есть знание английского языка, либо отличная учеба, либо же участие в разных олимпиадах и конкурсах. И благодаря критериям, которые были поставлены, я была выбрана среди учителей и администрации школы. Так как я поехала в Корею со своей школой одна, мне приходилось представлять не только свою школу, мне приходилось представлять и свою область, и свой город. То есть мне сразу сказали, что это будет большой для меня задачей, потому что я должна буду показать, что именно в городе Уральск, на Зарбаевской интеллектуальной школе, учатся одни из самых лучших, умных и активных учеников. Зарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления открылась в 2012 году. И за это время здесь было два выпуска. Больше сотни выпускников, обладателей грантов престижных вузов со всего мира. В первом выпуске у нас было всего 46 выпускников. В прошлом году у нас было 133 выпускника, а в этом году у нас 170 выпускников. И все ребята поступили на грант на бесплатное обучение в университеты Казахстана, а также в Канаду, в Гонконг. Привет из Гонконга. Я Нуржанова Бетта, выпускница Зарбаев интеллектуальной школы города Ураль 2015 года. На данный момент я являюсь студенткой Гонконгского политехнического университета на факультете Industrial and Systems Engineering. О выборе специальности я начала задумываться задолго до выпускного класса, так как в школе для нас организовывали встречи с представителями различных профессий, с выездом на предприятия и организации области. Вообще, в основе профилитационной работы школы лежит принцип связи полученных знаний с реальной жизнью, где мы будем эти знания использовать. Грант, полученный от Организации автономного образования на Зарбаев интеллектуальной школы, открыл для меня двери в мир глобального образования. Сейчас я учусь с ребятами со всего мира, а также с уверенностью могу заверить, что выпускники Зарбаев интеллектуальной школы конкурентоспособны и с достоинством представляют свою страну. Обучаются в Чехии, в Финляндии, еще в Арабских Эмиратах. За два выпуска всего трое обучаются на платном обучении, но из-за того, что они выбрали именно ту специальность, в которой нет гранта. Через месяц будут готовы результаты конкурсного отбора претендентов на обучение в данной школе. Так пожелаем же им успеха, ведь обучение на Зарбаев интеллектуальной школе это всего лишь начало долгого и сложного пути к знаниям.